Моши из Алматы хочет поделиться с миром своими достижениями пребывания в холодной воде. Больше половины жизни Эмиль Ильясов занимается экстремальным закаливанием. Он утверждает, что все болезни обходят его стороной. При этом главной своей победой считает километры, которые наматывает в зимних водоемах. Сергей Ким продолжит. Вот прибор остановился. Два с половиной градуса вода здесь. Там холоднее. Купальный сезон для Эмилия Ильясова не заканчивается с наступлением холодов. Его личный рекорд – 20 минут в воде температурой около нуля градусов. Например, большое Алматинское озеро он способен переплыть несколько раз от берега до берега и в любое время года. Мужчина уверяет, что они болеют уже четверть века, с тех пор, как стал моржом. Мой лучший результат. В прошлом году установил температуру воды. И было 8 градусов. Я проплыл 3 километра за полтора часа. Эмиль чаще всего плавает в одиночку. Водоемы самые разные. В его копилке и Байкал, и Баренцево море, и ледяные горные озера Кыргызстана. Все чаще задумывается о рекордах. А недавно захотел свой навык конвертировать в деньги и помогать нуждающимся. Правда, пока не знает, как можно заработать своим хобби. С помощью холодной воды, точнее, моих навыков плавать в холодной воде, я хочу с помощью других людей, чтобы мне помогли заработать денег и помочь больным людям. Это очень важный момент, я считаю. Несмотря на очевидные плюсы экстремального закаливания, врачи предупреждают неподготовленных людей. Моржевание способно защитить организм, но при неправильном подходе может и погубить. Очень важно при моржевании это систематические занятия. Не реже двух раз в неделю, потому что все-таки это стрессовая реакция для организма. Есть такие противопоказания серьезные. Это туберкулез легких, заболевания почек, сердца легких. Врачи не советуют моржевать каждому. Как минимум, перед закалкой надо пройти тщательное обследование. Нет ли каких противопоказаний. Зимний купальный сезон Эмилия Ильясова скоро закончится. В следующем году он намерен обновить собственные рекорды. И все-таки придумать, как с помощью плавания заработать деньги на благотворительные цели. Сергей Ким, Мадия Розалиев, 7 канал, Алматы.